у меня мерами то есть и гранжа нашего кая fechima витамина тас нынешей гуравей на махом у меня спал bermlov дуд махарашки dead самое что прошло бахте сухири звая махарашки!... нир pillow чары короче для джава что польшу бахтира замотку суду маршки идея я вышли по парамахам сапари в ради качаре вырежет рашташи хима бахти сундер губин додел дают дают махарашки хима я унишь на парамахам сапари в ради качаре ahora что-то растущий симаг бахти рак шакси дар гаслани махарашки дай бога ван сила бахти сиданцев разве такой правопадоке я дала что пошел уголок и шорда с баба махарашки я делаю спасибо сочетана бахтина токурки и дай я умею что под сила дегон отхода с бабой же махарашки я широпа новый гуру варга ки дай нам а чаря сила хридас такой ки дай на такой девайс на уринды ки дай я считаю сросла матка чаря в ринды ки дай дай щипа 3d роман про буки и дай я умею что подвис вареньем сила чебах ки дам с вами пропопад ки дай дай шигуру парам про ки дай дай сапарикара шиши гуру гуран гиган харвагирид хари джеки и джай сегираж гвардхан ки джай сенри симка дф прохват махарашки и дядя щемать туси махарани вреда 9 и дай бахты в риме ки дай и дай гор приманом д хрибу хари кришин дорогие преданные доброго дня рады всех видите нашей дневной программе мы продолжаем как всегда и читать чем от бахватом умному бхагаватэ васудэ ва я умному бхагаватэ васудэ ва я мы закончили в прошлый раз читать главу 3 кришна источник всех воплощений и переходим к главе 4 явления шинарады текст 1 я совача и гибру он сам стую я муни нам дирха сатрина бритхаку лапати сутам баху ритча шаунако бравит шаунако бравит да дандаваты всем бахты для игродов выслушав суту госвами старший по возрасту и ученый шаунако муни возглавлявший возглавлявший риши которые совершали эту продолжительную жертвенную церемонию обратился к нему со словами приветствия напомню что мудрецы собрались для того чтобы совершать тысячелетние жертвоприношения то есть тысячи лет они сидели и поддерживали жертвенный огонь читали священное писание воспевали различные мантры подливали масло в огонь то есть это целая целая такая огромная процедура для длилось очень долго тысячи лет когда собираются ученые люди приветствовать рассказчик или обращаться к нему может тот кто обладает соответствующими качествами приветствовать рассказчика или обращаться к нему тот, кто обладает соответствующими качествами. Это должен быть пожилой человек, глава дома. Кроме того, он должен отличаться широтой познаний. Шишунака Риша обладал всеми этими качествами, поэтому он поднялся, чтобы поприветствовать Шиисуту Гасвами, выразившего желание передать Шримад Багватам в точности таким, каким он услышал его от Шукаделы Гасвами и как его понял. Личное понимание не означает, что человек из тщеславия пытается выставить на показ свою ученость, стараясь превзойти предыдущего Ачарию. Джай и Джарамам праву да, спасибо, что смотрите. Спасибо, что всем тоже поклоны преданному Зунжи, Абадута Махараджу поклоны, всем преданному Крыму поклоны нашим. Личное понимание не означает, что человек из тщеславия пытается выставить на показ свою ученость, стараясь превзойти предыдущего Ачария. Он должен полностью доверять предыдущему Ачарии, но в то же время сам он должен настолько хорошо понимать содержание, чтобы уметь преподнести учение надлежащим образом в соответствии с конкретными обстоятельствами. То есть, если человек не понял Священных Писаний, невозможно пересказать Священное Писание. Для того, чтобы оно было передано, нужно его самим понимать. Поэтому мы всеми силами должны пытаться понять то, что нам говорит гуру, то, что нам говорят старшие преданные, то, что пишется в Писаниях, то, что говорится на лекциях. И если мы будем понимать то, что... Для понимания это означает, что нам очевидно, ну, очень просто воспринимать какие-то вещи. То есть, ну, для нас очевидно какие-то вещи. Ну, например, очевидно, что мясо есть плохо, очевидно, что пить вино плохо. То есть, это очевидная вещь для этого понимания. То есть, если есть такое понимание Священных Писаний, то тогда мы можем рассказывать об этом другим людям. В противном случае мы будем просто пересказывать. Или же мы можем начать умничать, да, то есть мы будем пытаться превзойти гуру или ачарю, выискивать какие-то тайные смыслы в Священных Писаниях. То есть, и это будет тоже искажение. Да, Дондават и Бахты Временной. Чтобы уметь преподнести учение надлежащим образом в соответствии с конкретными обстоятельствами. То есть, времена меняются, декорации меняются. Раньше ездили на лошадях, сейчас ездят на машинах. Раньше пользовались определенными книгами, сейчас пользуются другими книгами. И сейчас вообще новыми книгами, уже электронными книгами пользуются. То есть, всегда все меняется. В соответствии с этим, подача знания, по сути, остается той же самой, но по форме преподнесения она может отличаться. Чтобы уметь преподнести учение надлежащим образом, в соответствии с конкретными обстоятельствами. При этом изначальный замысел автора должен быть сохранен. При этом изначальный замысел автора должен быть сохранен. Не следует выискивать в тексте тайный смысл. И все же преподносить его надо так, чтобы заинтересовать слушателя и дать им возможность понять его. То есть, заинтересовать слушателя. Это как у нас Аладут Махарадж. Он всегда пытается сначала заинтересовать слушателя, а потом дать трансцендентную линию. Это очень серьезное искусство, и мало кто им может обладать. Это называется пониманием текста. Шаунаке, возбавлявшему собрание, чтобы оценить рассказчика, достаточно было услышать от Ши Суты Гаслами, Ядха Адитам и Ядха Мати, как охваченный экстатическим чувством, поднялся со словами приветствия, обращенными к нему. Ученому человеку не следует слушать того, кто не является представителем истинного ачарии. Таким образом, на этом собрании, где Бхагаватам был поведен во второй раз, и рассказчик, и слушатели отвечали всем необходимым требованиям, чтобы без затруднений не достичь цели, которую преследует чтение Шримад Бхагаватам, необходимо всегда соблюдать это условие, в противном случае, если чтение Бхагаватам преследует какие-то посторонние цели, это не принесет пользы ни рассказчику, ни слушателям. Ученому человеку не следует слушать того, кто не является представителем истинного ачарии. Всегда должна сохраняться авторитетная линия подачи. Шаунака Увача Сута Сута Махабага Вадана Вадатам Пара Вара Катхам Бхагаватим Пунья Ятаха Бхагаван Чхуха Шаунака сказал, «О Сута Гаслами, ты самый удачливый и почитаемый из тех, кто может пересказывать Писание. Будь милостив, поведай нам, благую весящим ад Бхагаватам, переданным великим и могущественным мудрецом Шукаделой Гаслами». Охваченный великой радостью Шаунака Гаслами, обращаясь к Суте Гаслами, дважды повторяет его имя, потому что он и все собравшиеся мудрецы жаждали услышать Бхагаватам поведанный Шукаделой Гаслами. Они не хотели, чтобы его рассказывал обманщик, интерпретирующий его в своих корыстных целях. Как правило, Бхагаватам дикламируют либо профессиональные щецы, либо так называемые ученые имперсоналисты, которым недоступна трансцендентная личностная деятельность верховной личности. «Чтобы обосновать свои взгляды высказываниями Бхагаватам, такие имперсоналисты вырывают их из контекста и извращают их смысл, подгоняя его под свои представления». То есть имперсоналисты пытаются использовать Бхагаватам для того, чтобы доказать, что в конце концов я и есть Бог. То есть что, просто я в иллюзии, но в конце концов, если я буду изучать все священные писания, буду медитировать определенным образом, я осознаю, что я и есть Бог. А профессиональные щецы, они просто читают Бхагаватам для того, чтобы собирать пожертвования или деньги, за какую-то плату читают, есть. Профессиональные щецы сразу обращаются к десятой песне, превратно толкуя описание самых сокровенных игр Господа. «Ни те, ни другие не достойны декламировать Бхагаватам. Только тот, кто способен передать Бхагаватам, так как его дал Шукадео Госвами, и те, кто готов слушать Шукадео Госвами, его представителя, достойны принимать участие в трансцендентных беседах о Шримад Бхагаватам». Сейчас слушал лекцию Шилшидара Махаража, где он как раз говорит, что мы не должны рассказывать всем подряд о самых сокровенных играх Господа, от Хури и Раси, тем более Параки и Раси. Потому что обычные люди вообще не смогут это понять. Нам самим нужно воздерживаться от чтения или любопытства по отношению к этим предметам. Он там приводит пример, что какой-то ученый, санскритолог, по-моему, в Бангалоре, где-то в Индии, он стал обучать студентов на основе книг Рупы Госвами. И Шилл Бахтисянов, Расвадит Акуль Пархупада, он высказался очень против, то есть он прямо сказал, как вы можете. Это книги поклонения величайших ващналов, и мы даже сами-то особо их не читаем, потому что их могут читать только очень возвышенные души, парамахамсы, о близких отношениях Господа и живых существ, ближайших его спутников. Как вы можете преподавать это каким-то обычным студентам, тем более студенты, они, как правило, как Шилл-Шидар Махараш выражается, такие, они очень ярко проявлены антипезис, революционный дух, все воспринимают против, пытаются самоутвердиться очень серьезно. То есть вообще студенческая среда такая она, самоутверждающая, скажем так, и рассказывать студентам или вообще людям о самых сокровенных играх Господа, это очень негативно. Касмин-йоге правриттеям, стханева кенахеттуна, кутаха санчодитага Кришна, критаван самхитаммуни. И в какое время и в каком месте это началось и почему? Откуда к великому мудрецу Кришне Двайапа и Невьяси пришло вдохновение, побудившее его составить это произведение? Откуда к великому мудрецу Кришне Двайапа и Невьяси пришло вдохновение, побудившее его составить это произведение? Шимат-бхагаватам это особый дар Шилависадевы, поэтому сведущий Шаунака Муни задает так много вопросов. Ему было известно, что Шилависадевы уже объяснил тексты самыми различными способами, в том числе и в Махабхарате, которая доступна пониманию людей с низким интеллектом, женщин, шудр и паджих, представителей семей дважды рожденных. Шимат-бхагаватам трансцендентен ко всем этим произведениям, так как в нем нет и тени мирского. Таким образом, все эти вопросы весьма разумны и уместны. Его Весадевы сын был великим преданным, манистом, чей ум был равновешен и всегда сосредоточен на единым. Он был трансцендентен к мирской деятельности, но не показывал этого и походил на невежественного человека. Шилависадевы был освобожденной душой, и поэтому всегда был на стороже, боясь попасть в сети иллюзорной энергии. Эта бдительность очень хорошо объясняется в Бхагавадгите. Деятельность освобожденной души отличается от деятельности обусловленной души. Освобожденная душа постоянно совершенствуется, идя по пути духовного развития, который обусловленной душе кажется сном. Освобожденная душа постоянно совершенствуется, идя по пути духовного развития, который обусловленной душе кажется сном. То есть для обычных людей то, чем занимаются трансценденталисты, это кажется непосредственно непонятным, то есть это сон. Обусловленная душа не в состоянии представить в себе истинной реальности освобожденной души. Если обусловленная душа еще не пробудилась в духовной деятельности, то освобожденная душа уже занята ею. Аналогичным образом деятельность обусловленной души освобожденной души окажется сном. То есть тот, кто освободился, ему непонятно, почему люди занимаются всякой ерундой, всякой чепухой. Может создаться впечатление, что и та, и другая находятся в одинаковом положении. Но на самом деле их деятельность различна. Внимание одно и сосредоточено на чувственных наслаждениях, а другое на самоосознании. Обусловленная душа поглощена материей, а освобожденная совершенно безразлична к ней. Это безразличие объясняется следующим образом. Говорится, что он был манистом, но нужно понять, что Шукадео Гасами не был имперсоналистом. Он постиг единый браман, но есть такое понятие, как брамавадия, которые осознают Господа, что Господь, Он присутствует во всем. Но сами они понимают, что они отличные. То есть они одновременно единые, одновременно отличные от всего этого брама. Но имперсоналисты, Майвади, они говорят, что я и есть Бог просто. Я был в иллюзии, теперь я вышел из иллюзии. И пытаются наслаждаться тем, что в другой иллюзии думают, что они и есть Бог. Дриштвануянтам решиматмаджамапианагнам, Дивьёхрия паридадгур, Насутаси читрам, Татвикшя причхати мунал, Джагадус тавасти, Стрепумбгиданатутсутасья вивикта дриште. Когда Шива Виссаделла, седший следом за своим сыном, проходил мимо прекрасных юных девушек, купавшихся обнаженными, они прикрыли свои тела одеждами, хотя сам Шива Виссаделла не был нах. Но когда мимо них проходил его сын, они не сделали этого. Мудрец попросил их объяснить, почему они так поступили, на что девушки ответили, что его сын чист, и, глядя на них, не видит различий между мужчиной и женщиной, тогда как Виссаделла видит их. В Бхагавадгите говорится, что мудрец, обладающий духовным видением, одинаково смотрит на благородного ученого, брамана, чандалу собакоеда, собаку или корову. Шива Шукаделла Госвами достиг этого уровня. Поэтому он видел не мужчину и женщину, а живые существа в различных одеяниях. Купающиеся девушки могли видеть, что у человека на уме, просто наблюдая за его поведением. Подобно тому, как глядя на ребенка, можно понять, насколько он невинен. Шукаделла Госвами в то время было уже 16 лет, и все части его тела были развиты. Как и девушки, он был нах. Но поскольку Шукаделла Госвами был трансцендентен с половым отношением, он выглядел как невинное дитя. Девушки, благодаря своим особым способностям, сразу почувствовали это и не обратили на него внимания. Но когда мимо них проходил его отец, они торопливо оделись. Эти девушки годились ему в дочери или во внучки, и все же они отреагировали на его поведение так, как было принято в обществе, поскольку Шилови Саделла играл роль домохозяина. Домохозяин должен видеть разницу между мужчиной и женщиной, иначе он не сможет быть домохозяином. Таким образом, нужно стараться понять разницу между душой и телом, не обращая внимания на пол. До тех пор, пока человек видит эти различия, он не должен становиться саньяси, как Шукадеева с вами. Человек должен хотя бы теоретически быть убежден в том, что живое существо не является ни мужчиной, ни женщиной. Это внешнее телесное деяние, создано материальной природой, чтобы привлечь противоположный пол и удержать живое существо в сетях материального бытия. Это внешнее телесное деяние, создано материальной природой, чтобы привлечь противоположный пол и удержать живое существо в сетях материального бытия. Освобожденная душа выше этих различий. Она не видит разницы между живыми существами. Она видит во всех живых существах единое духовное начало. Совершенством этого духовного видения является освобождение. И Шива Шукадева Гаслами достиг этой ступени. Шива Шукадева тоже находился на трансцендентном уровне, но как домохозяин, он, подчиняясь обычаям, не претендовал на то, чтобы его считали освобожденной душой. Жая Шимад Бхагатам Ки. Жая. Хори Харая Намакришна Ядавая Намаха Хори Харая Намакришна Ядавая Намаха Ядавая Мадхавая Кишавая Намаха Гопау Гоиндарам Синадисцедана Ядавая Мадхавая Кишавая Намаха Ядавая Мадхавая Кишава Субтитры создавал DimaTorzok 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 на урин веке джазь ибо в виде кушанки и джазь его лишь вакшировать такую кида и чина рот там шимана лишь него с чаре пробу кида и всего ринда вандаст таку кида и сила крыши доска и раджики и джазь обга с вами ринда ванн и кида и саппорша да шините анда пробу кида и саппорша да симан маха пробу кида я ащи ширада конечно гофе гопина чемахом дарады кунда гири говорка на кида и шутка бахте вигдана винаше шин рисим кдф кида и бахта про барабара прохода махараджи день тулы си махарани кида и ганга и мунаджи кида и гранта раджи махбабы кистане через там ритаке кида и ишу айшнав раджа сапхаки я ищи читания сразу от матки иди сюда майпур кида и сюда на бадвип кида и бринда он прошу там кида и молодые вас от квадра джиганат человек давая снао мандала кида файта бахта время для кида она мах assumed хиртай таки гранга что пошло бок тебе мало в аду кахорашки и для удерж trading part sido области чтоб хир-го своем хорош difícil Toronto который на том что порт сюда бахте не рмал очарим хорош кида et youtube touch его бахте и раза мотослуж ensuring хорошa были кида и Yin и читания с развод мат поэтомуแ хри в индики и г9 и popping dramang hybrid day очередь па отmed 46 роман пробу ки Born ящик бахти амрит махавир махарашки ящик от бахти ашрайданги махарашки и джай ящик мати бахтивалита дэви ки джай джай он зашнупат вишварением слива чебахки дан с вами прохопатки джай джай шигуру парампара ки джай всем преданным ки джай нитай гоур приманан джай джай Харе Кришна, дорогие преды, на этом наша дневная программа закончена Вот если нам удастся, мы встретимся вечером, продолжим изучать книги Шилашидара Махараджи Всем наши поклоны, дандаваты, удачного духовного дня, Харе и Кришна